Всем приветик, ребят! С вами я, Диана, и у нас в Adopt Me вышло новое обновление. Нам добавили целых три, хотя нет, даже четыре новых питомчика. И в этом видео мы с вами всё это купим, посмотрим, что даю за новых питомцев. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Стар Пэтс наконец-то вернулся! Теперь вы снова можете покупать, менять и продавать ваших питомцев на самом лучшем маркетплейсе по Роблоксу. Множество способов пополнения и вывода средств доступно для разных стран. Также не забывайте, что на сайте вы можете покупать робуксы по самому выгодному курсу. За 100 рублей вы получаете 150 робуксов. Переходи на сайт Стар Пэтс по моей ссылке в закрепленном комментарии. Покупай питомцев быстро и безопасно. Также хочу напомнить вам про свои социальные сети. Во-первых, это мой телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных флайрайт питомчиков. Обязательно заходите и участвуйте. Также мой лайк, тикток, инстаграм и мой профиль в Роблоксе. Все ссылки на это вы сможете найти в описании под этим видео. И по нашей традиции в каждом видео я разыгрываю флайрайт черепах. Условия, как вы знаете, максимально простые. Нужно просто подписаться на меня, нажать на колокольчик, поставить лайк. И в комментариях написать, что вы участвуете и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. А победителя из прошлого конкурса вы сможете найти в конце этого видео. Итак, ребятки, у нас вышла новая обнова в Адопт.Ми. Добро пожаловать в Сафари. Новая зона в стиле Сафари. Новые питомцы Страус и Бородавочник. Свяжись с любимым питомцем. Ребят, обнова максимально классная. Также еще питомчик Зооробуксы. Вот, ребят, посмотрите, наша новая мини-локация. Написано Сафари. Посмотрите, как тут все максимально классно. 20 дней будет длиться обнова. Это так много. Посмотрите, тут большой слон, такой прям живой. Он... Да, он еще массивный. Смотрите, ребятки, я оседлала большого слона. Классно. Тут у нас ничего секретного нету. И, ребятки, вот наши новые питомчики. Бородавочник. Он стоит 600 баксов. Мы его покупаем. Посмотрите, какой миленький питомчик. Он, знаете, из мультика Король Лев. Так, не помню, как его звали. Тимон, либо Пумба. В общем, что-то из этого, ребятки. Ну, посмотрите, он достаточно милый. Второй питомчик. У нас идет Страус за 1300 баксиков. Вау. Он-то вообще, посмотрите, какой классный. У нас есть Страус. Это Эму. Но он не так красиво выглядит. Давайте его накроем райдзелькой. Посмотрим, как на нем можно будет прокатиться. Так, я не так нажимаю. Так, все, он пьет, ребятки. Посмотрим, как на нем можно прокатиться. Говорят, очень классная анимация у него, ходьбы. И вау, посмотрите, какой он миленький. Мне прям он... Ой, посмотрите, как это классно, ребят. Мне прям этот питомчик очень понравился. Пишите в комментариях, как вам этот питомец. Но он очень классный, очень красивый. Он у нас получается редкой редкости. И всего 1300 баксов, ребята. Можно сделать из него неонку и мегу. И он будет очень красивый, я думаю. Поэтому как-то так. Обязательно купите, если у вас есть баксы. Потому что питомец классный. Также я покупаю нового питомчика. Во, ребят, за 150 робуксов. Вот такой львенок. Тоже он очень красивый. Вообще разработчики стали делать очень красивых питомцев. И, ребятки, давайте мы его тоже накроем райдзелькой. И тоже посмотрим на его анимацию, как он ходит, ребятки. Но прям питомчики. Мне эти очень сильно понравились. Сама локация такая простенькая. Можно придумать было что-то интересное. Но ладно, ребят, все же очень классно. Так, давайте мы на него сядем. И во, посмотрите. Анимация похожа на саблезубого вроде тигра из, получается, яйца с динозаврами. Вроде так он ходит. Не помню точно. Но, ребятки, питомец достаточно милашечный. Мне интересно, что за него будут давать на серверах. Потому что он стоит 150 робуксов. И он ультраредкий. Но это еще не все. У нас-то есть еще один секретный, так скажем, питомец. Давайте тоже на него посмотрим. Он у нас находится тут. Нужно купить одежду. Тогда вам дадут такого питомца. Одежда за робуксы. И вот такую вот, что это, собачка какая-то, знаете, африканская или что это. Но питомчик очень классный. Но покупать я не буду. Потому что у меня уже миллион такой одежды. И просто, я не знаю, будет она покупаться второй раз или нет. Но покупать я, к сожалению, не буду в этом видео. Ну и давайте мы, наверное, немножко пойдем по трейдим нового питомца. Посмотрим, что за него нам могут предложить. Ну и тех тоже питомцев попробуем потрейдить. Так, спустя 5 минут я зашла на трейд сервер. И, ребятки, мы с вами посмотрим, что нам могут предложить за вот этих троих новых питомчиков. Два у меня с райделькой. Но сначала мы посмотрим, что дадут нам за львенка. Так, уже получается минут 7. Я просто так стою. И трейд мне ни один раз не бросили. Это, к сожалению, печально. Потому что игроки не ценят новых питомцев. Только в Неоне, либо же в Меге. В первые дни они будут цениться. Ура, мне кинули первый трейд. И предлагают флайрайт Акселота. Акселотов вроде у нас убрали с продажи. И, в принципе, даже это вроде как хороший трейдик. Но я хочу еще посмотреть, что могут мне предложить. В следующем трейде мне предлагают мега флайрайт собаку. Но, к сожалению, я не знаю, как она ценится. Поэтому буду отклонять. Еще новый трейдик мне кинули сразу. Мне предлагают трейд медвежонка легендарного. Химеру. Ледяного дракона. Что, почему так много питомцев? Райт единорожку. Райт варана. Райт соблезубого тигра. Почему так много питомцев мне ставят? Я ничего не понимаю. Что происходит? Почему мне добавляют питомцев? И даже на это, в принципе, так. Еще получается красный доллар за робуксы. Гидра. Почему ставят так много пэтов? Что происходит? Я не понимаю. Еще трейдик. Мне предлагают лавандового дракончика. Но не знаю, ребятки. Давайте посмотрим еще. Тут мне предлагают флайр легендарку. Но мне кажется, этого маловато. Потому что в первый день питомец за робуксы должен цениться немного побольше. Поэтому мы отклоняем. Мне мало чего дают на серверах. Трейды кидают очень мало. Но я вам еще хочу показать трейды, которые совершили мои подписчики. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот трейдики предлагали моим подписчикам. В телеграм-канале я попросила скинуть скриншоты. И вот, ребятки, вы попали в видео. Но знаете, ребятки, что я поняла? Питомцы не в неонке новые. Они не ценятся. Нужно либо неонку, либо мегу в первые дни. Тогда уже вы получите нормальный трейд. Ну а просто так, такие питомцы никому не нужны. Потому что они стоят мало. И, в принципе, каждый может себе его позволить купить. Пишите в комментариях, как вам это обновато. Мне она, в принципе, понравилась. Но жаль, что новые питомцы не так сильно ценятся. Но в дальнейшем они обязательно будут цениться и в неонке, и в меге. Если вы в начале этого видео не участвуете в конкурсе на черепаху, то обязательно участвуйте. Ну а вот победитель из прошлого конкурса на черепаху. Я тебя поздравляю. Если вы еще не смотрели вот эти интересные видео, то обязательно посмотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.